привет зритель я думаю ты это как бы уже наверное к тому моменту просмотре что-то ролик который я еще не смонтировала я говорю что я еще не успела помыть голову доход успела помыть потому что у нас там на улице ливень такой случился я как раз печку растапливала и учет так раскочегарила 16 градусов с 15 точнее градусов у меня поднялось до двадцати четырех там два точно было березовых толстых порежки еще что то то у меня тут щи короче как бы грибы щи с грибами на заправке ну в общем она как бы была салат такой но у меня родня сказала что можно как ищи сделать я и делала как салат ну смысле как тушеная капуста с морковью и грибами но она как-то мне на желудок в общем в концентрированном таком виде мне показалось на желудок я поняла что не очень так ложилась и я подумала что я как раз вчера гость был два человека я задумала что если ее кладут щи то можно сделать щи щавелем и грибами у меня как раз шевель был свежий в холодильнике короче тут картошка щавель вот это вот заправка из морковь и скорее всего еще лук потом это значит как он там капуста и грибы грибы собранные вручную на немной но в этих местах кусочек сливочного масла а еще это сметана я заправила но сметану я уже в холодильнику брала я забыла взять хлеба по моему она у меня зафиксирована в одном положении короче моя добрая подруга привезла мне хлеба но она спросила что привезти кошка идет кошка надеюсь ты на стол не запрыгнешь короче у меня там еще печь когда доходит там тот последний момент когда угли еще не совсем догорели еще закрывать нельзя нет еще огурчик есть это пол огурчика от того что мне вчера привезли помидорку огурчик спросили что мне надо я ну чё говорит привозить я бы ну хлеба сметаны огурец помидор говорю сделаю салат ну там я тут приперлись спала печкой на кроватке я ее разбудила так получилось что но разбудила вчера тоже позавчера будила но она много так тут шлялась огулялась а и мало спала мало я думаю чисто даже по кошкиным меркам так вот я обещала пожрать на камеру и сказать что я беру деревню в этом году из техники помимо медленной варки и йогуртницы я взяла еще погружной блендер ну еще мне прошлом году у меня тут был только венчик китфорд молоко сухое взбиватели мокрое китфордовский портативный блендер кт-3006 я на него черновик отзыва на арик накатала ну почему черновик потому что у меня вчера как-то я забыла выложить а тут где была сеть а здесь сети нет мне еще надо сравнение заснять мини дымарь так вот в прошлом году здесь было из техники помимо чайника китфорда который тут зимовал и пылесоса китфорда который тоже тут зимовал не знаю живой или нет потому что в прошлом году я убиралась а было очень жарко я не поняла то ли он просто перегрелся от того что супер жарко было то ли он отдал богам душу тоже пылесос был китфордовским до этого был другой пылесос в диксель за полторы тысячи покупала 2012 году спинка подружки по наклеечкам но мне кажется он столько и стоил тогда и т.с. то есть пылесос был тут тут все время какой-то ну последнего там где-то как я с механки переехала пылесос пылесос чайник электрический потом сюда сезон привозила прошлом году медленоварку йогуртницу портативный блендер и венчики твердовский твердовский этот ручной капучинатор в этом году к этому всему добавилась еще бобрусной блендер нулинец и висыки твердовские это из техники там у тебя есть немножко еды кашки у хозяина уже это кашка съелась и тебе оставилось и цивы руки попить еще мясо свиной варится синяк у нас стоит холодильник мы его не уводим сзади камни я могу конечно показать но я думаю это в каком-нибудь видео или в шоксах даже уже видится стоит телевизор супра его конечно можно включить но у него антенна как-то еще давно сестра сюда приезжала с мужем и детенышем привезли какой-то биби гей dvd плеер так настроили что даже когда его отключили уже в телевизор войти никак может сейчас конечно уже можно войти но я не пыталась телевизор еще моя мама 90-х годах покупала только-только пошли когда только-только пошла возможность у бюджетников библиотекарей покупать будучи частично матерью-одиночкой в одно лицо сколько вопросов то возникнет от тролли если это вот туда смотреть телевизоры светлые радио тут еще есть то что по деревне только вот а вот перестал монтаж там еще чё-то почитай даже книжку не открывала отдыхала короче чисто деревенские дела так вот так как второго у меня нема потому что очень готова я хотела все что супу поесть ягуртами заедать но я конечно еще супа положить я пойду еще супа положу а потом продолжим перечислять его суда беру уже не из техники перечислять его суда берется за сметаной так вот я на кухне даже окошко открыла потому что ну уж очень так мне кажется у меня даже лицо красное сейчас приду на это у меня новый костюмчик который мне подарили специально за деревню для велика что оттуда тут пахнуло во время велики деревня это что такое Много сожженных брюль просто так в угле в зауле не станут скажем так так вот я туда каждый год с восемнадцатого года привожу ноутбук в восемнадцатом году его сюда смарт-бук был я его то таскала то утаскивала какой-то год я сюда этот свой нетбук приволокила когда на нем еще была винда потом на нем уже была линуксина ну соответственно тут всякие там маленькие колонки года два подряд тут два сезона подряд у себя приводятся водятся наушники которые покупались еще до того как я собираюсь подумал могла подумать что буду писать асмр или типа того заниматься каналу канал мышка блок питания к ноутбуку внешний диск с дополнительной специальной папкой для работы в деревне ну там photoshop всякое такое тут еще какая-то мелочевка минимальный набор можно протиралок в моем случае тут самопарный этот тоник на основе алоэ геля крем для рук который зритель дарил ну по-моему я тут я записывала но мне кажется еще не монтировал это видео этой красоты в прошлом году я отдельный обзор писала может даже в каком-то году стрим проводила типа как я собираюсь собираю вещи в деревне на битболивающие ну типа анальгин там и бупрофен с утрасти нас и пчела укусила магния сульфат в апула в этот раз еще дело с собой вот это вот но я увезу с собой домой потому что у меня он только один но ты зритель захочешь сделать мне приятно можешь подарить на такой шок очень помогает особенно купишь какое-нибудь печенье вроде меняем и состав там какая-то ешка или подарил кто-нибудь чаю печенье или десерт какой-то там какое-нибудь пальмовое масло и только оно спасает ну и кайлаш я его тоже с собой везу этот раз так как с озоном у меня случилась очень странная ситуация у меня там почти 4000 лежит сейчас на счету то я там думаю заказать кайлашик специально берем не был один городе вот эта штука которую то не дарил я решила и тут оставить ну что куда не шарахаешься перекись чтобы лучше пройти про это не только уши ранка когда я парил на трассе с собой даже взяла вот то я обзор еще не писала потом приеду город запишу наверное мне даже пакетики все еще лежит я помню кто-то тогда хотел асмр такой из пакетика спирулина запеки апрель одну пластиночку сюда льет это у меня единая ложка ну короче минимальная аптечка из одежды минимальный набор плюс то что тут еще лежит вот там свитера какие-то полотенечки периодически вот полотенечки собираю там еще какие-то вещи понимаешь их на стирать ну как бы вожу стирать там суда прежу когда родственники наконец-то сподобились на и человека чтобы заделать крышу вот он и заделал за за три-четыре захода за один раз то не судьба была учитывая что не определенную сумму немало договорились история ума у тебя какую потому что с меня ничего не брали ибо я за свет плачу ну короче когда не стало нормально комфортно жить дождь при наличии электричества хотя в этом году что-то у нас случилось опять газовым баллоном он как-то быстро закончился говорили что он типа новый мне почему-то кажется что у нас надули насчет его полноты в апреле еще был касса потом куда-то ушел и не вернулся ну короче я тут готовлю медленоварки на электрической печке супа сейчас грела в духовке в печке она скипел горячую воду можно сделать чайником электрическим можно делать кипятильником можно подогреть на газу газа газа нет можно подогреть на плитке но удобнее подогреть чайник чё вот ты съела всю еду что ли мяу мяу у меня суп который ты точно есть не божь а можно потопить печку засунуть туда кастрюлю с водой когда уже угорьки практически пошли закрыть кастрюлю крышкой закрыть печку ну то место где не топится а вот именно где можно готовить через какое-то время горячая вода если хорошая солнечная погода почему такая жаркая можно поставить налить ведро воды с руда поставить ее на солнце не сказать что она супер горячая будет но допустим ей можно потом окатиться и будет довольно теплая вода иногда даже ближе к горячей душ у меня на улице плюс 13 я вполне могу его принять вода из пруда естественно вода холодная если плюс 13 даже плюс 18 первый день я стою и думаю блин как хоть я это частями себя влюю водой потом прониклась так минуты через три тело адаптировалась холодной воде на следующий день так вообще ну в общем первое время так вот сначала ой холодно как это я в прошлом году тут нормально так мылась а когда жарко летом теплая погода то было как-то пару дней двадцать пять двадцать шесть и шланг на каких-нибудь там местах вот на солнце лежал то соответственно вода лежит такая контрастным душам холодно тепло холодно тепло но и на жаре даже при сильном но более-менее ветре не чувствуется что холодно начнется нормально единственная безопасности ради если у вас волосы не не лысый на голове я хожу платочки на улице иначе даже если ты не боишься пчел есть такие пчел которым пофиг они хотят отдать богом духу а тебе жало так вот возможно нормально жить хоть у нас уже давно ничего не выращивается кроме орехов которые сами растут клубники которые иногда бывают чеснока который я инкарнировал либо же диких яблок но еще рябина черная рябина красная слива в этом году вся перемерзла малину я надеюсь все таки в этом году наконец-то впервые за 10 лет сама получу а не кто-то приехал ой лёля у тебя там малина я решил все сожрать в итоге не садово никакой не досталось обрезал и облагораживал каринка которую уже лет 15 птицы сжирают еще до того как она начала быть намеком на зелую еще еще зеленую калина которую собираю потом с медом подяжнули еще с чем-нибудь а вот такого зеленухи там какой-то картохи уже давно ничего не сожрела 16 года тоже все свои кошка если ты еще не ушла я могу тебе дать тарелочку порезать пойду гляну ну короче когда здесь вот можно стало жить и без опаски что пошел дождь и на тебя капает везде где только можно я вспомнила что здесь мы как бы жили туда в городе была духовка электрическая такая советская в прошлом году и на шерст на какой-то снимала где была духовка городе была пельменница такая ну штука с дырками кладешь на нее лист теста раскатываешь мясо ну мясо туда вкладываешь потом закрываешь другим листом тесто проходит что-то им скалкой и перемене готово не поверю зритель тут когда-то давно был самовар но меня не спросили и отдали его одной сестер ну типа нахренайте самовар я давно хочу самовару давно еще давно моем детстве был электрический самовар на механке папаша покупал куда он сделал ноги не известно не папаша самовар давайте поглажу хотя давай поглажу мы тут первые дни они вообще гоняли по страшного кошки соседские и кошка родственников и кошка соседей она научилась за тебя стоять по морде давала рыжему коту раз нападала и щипела выгонялась со своей территории поняла что это ее территория наконец-то последние сутки как-то так более-менее тихо может потому что дожди тут вчера немного так дождь был ночью еще дождь сегодня-то где-то большую часть времени то сильный то не очень сейчас тут у нас без 1 16 49 у меня это обед на год у меня тут в прошлом году крупы всякие были мясо приводила там сосиски перемене ну то же самое что в городе обычный в этом году я сюда еще привела клад варенье меня тут была кунжутная паста с собой в этот раз привезла потом в какой-то раз привезла но он еще стоять я не открывал потому что в принципе мне тут осталось меньше суток до следующего приезда помидоры маринованные морозилки останутся переменем нравишь наверное ремолинские сосиски ремолинские молодежные мне что-то они не понравились вот этой мадаме понравились а мне как-то ест масло полкачки сливочного коробера крупы всякие вчера делала ячку точнее эту блин как не ячку пшенку и что-то так люди прониклись и я и прониклась и это прониклась я поняла что эту фонку можно делать и мы допустим медленоварки у меня тут пшенка гречка рис перловка кинула не знаю ячка есть или только пшенка овсянка манка сахар соль одна баночка варенья другую уже съела сама память шоколад урбечь из бразильского ореха с медом тоже самопальный десерту в общем семена тыквы молотая с сиропом с финиковым сиропом ну чисто к чаю так ну там печенье когда-то какие-то вчера еще мне печенье к чаю привезли хлеб я сюда привожу две пачки молока я с собой брала кузи два с половиной литра и те две пачки молока долго играющего даже не не трогал еще сметану лучше привезли вчера она сама в город уедет не знаю как я там успею до ее срокогодности суда или нет чтоб там не покупать в этот раз я с собой взяла два банана два яблока и гритфрут просто у меня в городе оставались фрукты вот из всего этого осталось яблоко я думаю его оставлю завтра в автобусе пожевать по сути раньше у меня в деревне вот в этом доме бабушка дедушка где-то в апреле может уезжали с челами сюда курицы кролики еще были совсем детстве тут еще теленка держали несколько раз ну на мясо чисто мне не жили где-то до октября включительно когда до октября когда до конца октября когда до начала ноября как вы жили-то на деревян деревенский дом дом деревья то самое что квартира в городе по сути то что то же самое просто действует в том что тут можно ходить не геморясь как ты выглядишь это я так считаю можно одевать какой-нибудь шмоте которая только в деревню сойдет учитывая что тут полтора земля копа но смысле зимой тут два дома живых жилых в плане людей три человека рядом тут у нас плюс еще четыре дома дачников причем одни приезжают на посадить картошку и убрать картошку но иногда там посередине лета чисто бухнуть так на природе показать себя посмотреть на дом другие приезжают это раз в год на месяц ближе к лету так вот тоже это между мной и родственниками и потом мы я тут теперь потому что у других родственников теперь свои дома свои дачи и соседка с которой мы в прошлом году че гоняли ну и к ней внучка приезжает деревья когда я сюда приехал тут было 12 домов один уже не был жилой но его использовали чисто пастухи его так более-менее разобрали он еще существует но он уже не жилопригодный если только так в него вложиться то в принципе можно еще на рожить потом один дом где еще жили люди его пока не было хозяев по пьяни там некоторые которые уже не жилые не тот не другой сожгли потом дом который как бы невнятно есть там хозяин как бы старая хозяева уже не хозяева новый хозяин оказывается даже недооформил этот дом не по мечей мы с подружкой вчера до него дошли игру хочу туда заглянуть она говорит сейчас я гляну своим более зрячим взглядом там говорит ничего нету кроме выключателей там говорит ничего нечего смотреть может и печки то уже нету потом дом который когда-то был и хозяйка его жила уже вот кошка сейчас камеру потрясла стол вместе с ним потряслась и камера не знаю как увидеть увидится это или нет я просто стати сейчас увидела что он трясется потому что тут кое-кто отвесет короче хозяйка года три или четыре назад отдала богом душу в местном доме для этих самых престарелых и дом у нее еще разобрался еще до того как она отдала богом душу но она сюда уже как бы не вернулась бы свое время не уговорили ее продать очень хороший дом был на четыре окна высокий такой я в нем ни разу не было девушка туда ходил я практически не у кого-то было в доме кирпичном куда приезжают только на картошку потому что в детстве еще общались девчонка из того дома у соседей которые за нашим домом у родственников в прошлом году побывала неполноценно в доме соседа который мне помогал с великом моим все она еще в доме гороховых которые уже сожгли первым как раз вот изначально в этой деревне было то есть дома и как-то я все пытаюсь понять муж день карта есть какая-нибудь старая этой деревне как они располагались короче сейчас 10 домов даже не 10 сейчас скажу полянского который никакой родственник сосед дачники мы соседка дом без хозяина дом кирпичный дом галкиных и дом бори который сгорел этом в начале этого года зимой 10 домов из них три в составе один сгоревший 2 в состоянии что жить них нельзя если только очень сильно вложиться один как бы вроде на продажу но там что-то все очень муторно он не оформлен хотят за него чуть ли не 600 тысяч при том что в агре волга борин дом за 50 продала ну короче говоря тут шесть домов из них зимой 2 живут летом максимально 6 при лучшем таком составе ну как бы вот такая деревня и это к тому что тут принципе у меня тут был такой халат он долго долго жил он был сестра мне отдала свой халат не знаю ходила на нем не ходила мне он очень понравился на убери и я в нем шастала красный халатик как-то сволочи насики за зафрендились у меня кто-то из них как в одноклассниках и из под замка точнее даже по моему да в одноклассниках из под замка only friend из контактика тоже другая тогда зафрендилась типа я твоя подписчица бла-бла-бла я наимная такая фябола всех всех добавляла кто мне писал что я твоя подписчица или подписчик из под замка вытащили одну фотку и там вот как раз в общий доступ выложили из под замка only friend только для друзей альбом там как раз я в халате который вот про который я говорю он долго долго жил потом окончательно внезапно вдруг порвался и я к тому что в таком халате вот можно там ну на велике покататься на мгмаке посидеть ну как бы тут пофиг дым в чем ходить вот том то в чем городе уже только в сад здесь можно вполне нормально ходить плюс я тут раз три дня мою голову иногда раз четыре если я хожу платки и как бы особо тут погода не позволяет нормально помыть или на улице дубак а дома тоже как не всегда с печкой раньше получалось сейчас все нормально тут войдите короче этот я к тому что как бы тут не геморрится правда первые два дня приехала думаю блин на третий день смотрю у меня кончик носа шелушится думаю нахуй это скраб сюда было какой-то взять что ли или еще что-то этим гелем алоэ намазала смысле тоником на основе геля алоэ и вроде как все нормально пойду-ка я сейчас это на паузу на поставлю чайник сожгу смысле включу я забыла убрать сметану и хлебушек но я уже налила себе чая я хочу еще сюда привести в следующий раз муки и замутить этого блинчиков уши сковорода есть ну да в прошлом году я туда колебасу с бомбили перевозила на сезон в этом году тоже и в прошлом году я что-то тут оставила крупы практически все сюда ничего не приводила крупы оказались тут димовали я решила в прошлом году так их оставить и чай только немножко черного привезла сюда так даже синий чай зимовал все нормально с ним вот печенье чтоб ты видел тут у меня заваренный в чашке обычный зеленый русский чай краснодарский шоль или красноярский хрен его знают крупной листовой с остатками молока разбоярный кипяченого козила я еще в этом году впервые в жизни в этот раз в печке намутила в чашке сначала творога козила вот столичка а потом чашку просто клашек тоже козии и что-то из этого записала в шутце по-моему тоже на канале надеюсь хотя бы 300 просмотров набрало солнце полна слышно не знаю успеет высушить дамаг я не как-то нет никогда было на нем сидеть позавчера тоже как-то не случилось а сегодня он блин и ночью мокрый днем такой левачок прилично был мог хочу его снять перед своим уедом ну я поняла что опять потрогала стол зашатался и камера завибрировала в смысле этот штатив короче говоря провесить легко особо во времени не тратится а вот есть его снова как прошлом году заснут эти птички которые гады вчера насрали мне на сиденье пришлось вытирать благо автобус ну как бы размере нашел я потому что я делала на велико встречала человеку в автобусах такой же птички могут достать этот гамак жалко придется поломой или дождем его перемоем перемосят он начнет допустим но тоже не очень хорошо нет конечно для того чтобы он стал гнить там долго ему так висеть наверно еще и зимой в том числе поэтому я решил его снять перед отъедом а потом приеду и заново повешу я вообще сегодня планировала нарисовать карту примерно по памяти как я вот представляю этой деревне следующей которая уже не существует и той деревне до которой мы вчера с подружкой и ее дитем почти дошли но пошли немножко не по той дороге поэтому я в дорогу прекратил преградил ручей какой-то а потом получилось так что дома дубак печка с первого раза не растопилась на улице пошел дождик ну как то это учитывая что почти пять вечером села только обедать может дома это я сделаю нарисую эту карту вообще чисто для себя просто подумала что если поставить камеру то эти любители асмеры с рисованием как бы слоит наверно свою мурашку и потому можно сесть на диван и на стул вот так вот я сейчас выгляжу будто бы сижу и на диване и на стуле на самом деле я сижу на стуле дивану 200 с лишним лет хоть он и крашен но он изначально был цветом как горка ме-ме-ме-ме-ме-ме что мышь не ловится никто не гоняет скучно у тебя там кашка вкусная есть и сыворотка которую хозяин тебе в итоге пожертвовал все наверное я поел вроде я ничего не забыл что я сюда привожу что беру с тобой деревню но тут ролик где обозреваю частично я беру с собой деревню я потом смонтирую тоже выложу надо работать намного позже чем все влоги которые тут записала хоть их немного было и вот этот хавчик спасибо зритель за просмотр надеюсь ты подрал если хочешь поддержать канал то наверное мне не зеркальная шали как она давно как-то не зеркальная не знаю как она снимать будет но я вижу себя не зеркально потому что вот я вот этой рукой машу и она у меня по диагонали как если я напротив сама себя сидел точнее напротив меня кто-то сидел вот так вот это левая рука выглядит как правая короче говоря вот здесь вот наверное облачко вот здесь на работу облачко типа заданной кирки а вот здесь вот облачко подпишись на бустю может мне что-то прислать на обзор ссылка в инфобоксе на для до востребования полноценный адрес да если решишь что-то мне прислать до востребования напиши трек номер потому что наша пустая опасно и трудно даже первый класс не носит уведомления и если мне что-то пришло то я либо не узнаю об этом никогда и она уходит обратно либо совершенно случайно про это узнаю а хамит и делать ничего не хочет то что должна была бы ну там на зон вайберес это можно узнать в чатике в телеге ближайшая база выдачи ко мне я не скажешь с а4 вроде бы и еще какая-то улица забыла начальского 12 либо я не скажешь с а4 это зоны вайберес если вдруг решишь что-то скинуть меня на обзор ну это можешь написать свой своем что-нибудь свое в каменты сделайте подвиж на канале подпишись если до сих пор не подписан нажмите на колокольчик и включи уведомления своему тиге и тогда тебе будет регулярно падать что-то от меня что там еще на на лайк дизлайк поставь бутылки из подуглической вода из колодца просто хочется просто воды попить ну и тут у меня цветочки отцветают уже один даже распустился от теплоты дома дня два назад сейчас буду печку закрывать всем пока